Арабская сказка, Аладдин и волшебная лампа. В одном персидском городе жил бедный портной Хасан. У него были жена и сын по имени Аладдин. Когда Аладдину исполнилось 10 лет, отец его сказал «Пусть мой сын будет портным, как я», и начал учить Аладдина своему ремеслу. Но Аладдин не хотел ничему учиться. Как только отец выходил из лавки, Аладдин убегал на улицу играть с мальчишками. С утра до вечера они бегали по городу, гоняли воробьев или забирались в чужие сады и набивали себе животы виноградом и персиками. Портной и уговаривал сына и наказывал, но все бестолку. Скоро Хасан заболел с горя и умер. Тогда его жена продала все, что после него осталось и стала прясть хлопок и продавать пряжу, чтобы прокормить себя и сына. Так прошло много времени. Аладдину исполнилось 15 лет. И вот однажды, когда он играл на улице с мальчишками, к ним подошел человек в красном шелковом халате и большой белой челме. Он посмотрел на Аладдина и сказал про себя «Вот тот мальчик, которого я ищу. Наконец-то я нашел его». Этот человек был магребенец, житель Магриба. Он подозвал одного из мальчиков и расспросил его, кто такой Аладдин, где живет. А потом подошел к Аладдину и сказал «Не ты ли сын Хасана, Портнова?» Я ответил Аладдин «Но только мой отец давно умер». Услышав это, магребенец обнял Аладдина и стал громко плакать. «Знай, Аладдин, я твой дядя», — сказал он. «Я долго пробыл в чужих землях и давно не видел моего брата. Теперь я пришел в ваш город, чтобы повидать Хасана, а он умер. Я сразу узнал тебя, потому что ты похож на отца». Потом магребенец дал Аладдину два золотых и сказал «Отдай эти деньги матери, скажи ей, что твой дядя вернулся и завтра придет к вам ужинать. Пусть она приготовит хороший ужин». Аладдин побежал к матери и рассказал ей все. «Ты что, смеешься надо мной?» — сказала ему мать. «Ведь у твоего отца не было брата. Откуда же у тебя вдруг взялся дядя?» «Как это ты говоришь, что у меня нет дяди?» — закричал Аладдин. «Он дал мне эти два золотых, завтра он придет к нам ужинать». На другой день мать Аладдина приготовила хороший ужин. Аладдин с утра сидел дома и ожидал дядю. Вечером в ворота постучались. Аладдин бросился открывать. Вошел магребнец, а за ним слуга, который нес на голове большое блюдо со всякими сластями. Войдя в дом, магребнец поздоровался с матерью Аладдиной и сказал «Прошу тебя, покажи мне, где сидел за ужином мой брат». «Вот здесь», — сказала мать Аладдина. Магребнец принялся громко плакать, но скоро он успокоился и сказал «Не удивляйся, что ты меня никогда не видела. Я уехал отсюда 40 лет назад. Я был в Индии, в арабских землях и в Египте. Я путешествовал 30 лет. Наконец мне захотелось вернуться на родину, и я сказал самому себе «У тебя есть брат, он может быть беден, а ты до сих пор ничем ему не помог. Поезжай к своему брату и посмотри, как он живет». «Я ехал много дней и ночей и, наконец, нашел вас. И вот я вижу, что хотя мой брат умер, но после него остался сын, который будет зарабатывать ремеслом, как его отец». «Как бы не так», — сказала мать Аладдина. «Я никогда не видела такого бездельника, как этот скверный мальчишка. Хоть бы ты заставил его помогать матери». «Не горюй», — ответил Магребенец, — «завтра мы с Аладдином пойдем на рынок. Я куплю ему красивый халат и отдам его в учение купцу. А когда он научится торговать, я открою для него лавку, он сам станет купцом и разбогатеет. Хочешь быть купцом, Аладдин?» Аладдин весь покраснел от радости и кивнул головой. Когда Магребенец ушел домой, Аладдин сразу лег спать, чтобы скорее пришло утро. Едва расцвело, он вскочил с постели и выбежал за ворота встречать дядю. Магребенец вскоре пришел. Прежде всего они с Аладдином отправились в баню. Там Аладдина хорошенько вымыли, обрели ему голову и напоили розовой водой с сахаром. После этого Магребенец повел Аладдина в лавку, и Аладдин выбрал себе самую дорогую и красивую одежду. Желтый шелковый халат с зеленым поясом, красную шапку и высокие сапоги. Они с Магребенцем обошли весь рынок, а потом пошли за город, в лес. Был уже полдень, а Аладдин с утра ничего не ел, но очень проголодался и устал. Ему было стыдно признаться в этом. Наконец он не выдержал и спросил своего дядю. «Дядя, а когда мы будем обедать? Здесь ведь нет ни одной лавки, а ты ничего не взял с собой из города. У тебя в руках только один пустой мешок. И видишь, вон там впереди высокую гору», — сказал Магребенец. «Я хотел отдохнуть и закусить под этой горой, но если ты очень голоден, можно пообедать и здесь». «Откуда же ты возьмешь обед?» — удивился Аладдин. «Увидишь», — сказал Магребенец. Они уселись под высоким густым деревом, и Магребенец спросил Аладдина. «Чего бы тебе хотелось сейчас поесть?» Мать Аладдина каждый день варила к обеду одно и то же блюдо — бобы с конопляным маслом. Аладдину так хотелось есть, что он сразу ответил. «Дай мне вареных бобов с маслом». «А не хочешь ли ты жареных цыплят?» — спросил Магребенец. «Хочу», — обрадовался Аладдин. «Не хочется ли тебе рису с медом?» «Хочу», — обрадовался Аладдин. «Всего хочется, но откуда ты возьмешь все это, дядя?» «Из этого мешка», — сказал Магребенец и развязал мешок. Аладдин с любопытством взглянул в мешок, но там ничего не было. «Где же цыплята?» — спросил Аладдин. «Вот», — сказал Магребенец. «Он засунул руку в мешок и вынул оттуда блюдо с жареными цыплятами. А вот и рис с медом, и вареные бобы, вот и виноград, и гранаты, и яблоки». Магребенец стал вынимать из мешка одно кушанье за другим, а Аладдин, широко раскрыв глаза, смотрел на волшебный мешок. «Ешь», — сказал Магребенец Аладдину. «В этом мешке есть всякие кушанье». «Опусти в него руку и скажи, хочу баранины, халвы, фиников, и все это у тебя будет». «Вот так чудо!» — сказал Аладдин. «Хорошо бы моей матери иметь такой мешок. Если будешь меня слушаться, — сказал Магребенец, — я подарю тебе много хороших вещей. А теперь выпьем гранатового соку с сахаром и пойдем дальше». «Куда?» — спросил Аладдин. «Я устал и уже поздно. Пора домой». «Нет», — сказал Магребенец. «Нам нужно дойти сегодня вон до той горы, а когда мы вернемся домой, я подарю тебе этот волшебный мешок». Аладдину очень не хотелось идти, но, услышав про мешок, он тяжело вздохнул и сказал «Хорошо, идем». Магребенец взял Аладдина за руку и повел к горе. Солнце уже закатилось и было почти темно. Они шли очень долго и, наконец, пришли к подножию горы. Аладдину было страшно. Он чуть не плакал. «Набери тонких сухих сучьев», — сказал Магребенец. «Надо развести костер. Когда он разгорится, я покажу тебе что-то такое, чего ты никогда не видел». Аладдину очень захотелось увидеть то, чего он никогда не видел. Он забыл про усталость и пошел собирать хворост. Когда костер разгорелся, Магребенец вынул из-за пазухи коробочку и две дощечки. И сказал «О, Аладдин, я хочу сделать тебя богатым и помочь тебе и твоей матери. Исполняй же все, что я тебе скажу». Он раскрыл коробочку и высыпал из нее в огонь какой-то порошок. И сейчас же из костра поднялись к небу огромные столбы пламени. Желтые, красные, зеленые. «Слушай внимательно, Аладдин», — сказал Магребенец. «Сейчас я научу читать над огнем заклинания. Когда я кончу, земля передо мной раступится, и ты увидишь большой камень с медным кольцом. Возьмись за кольцо и подними камень. Под камнем будет лестница, которая ведет в подземелье. Спустись, по ней увидишь дверь. Открой эту дверь и иди вперед. Ты встречишь страшных зверей и чудовищ, но не бойся, как только ты дотронешься до них рукой, чудовища упадут мертвыми. Ты пройдешь три комнаты, а в четвертую увидишь старуху. Она ласково заговорит с тобой и захочет тебя обнять. Не позволяй ей до себя дотронуться. Иначе ты превратишься в черный камень. За четвертой комнатой ты увидишь большой сад. Пройди его и открой дверь на другом конце сада. За этой дверью будет большая комната, полная золота и драгоценных камней. Возьми оттуда все, что хочешь, а мне принеси только старую медную лампу, которая висит на стене в правом углу. Когда ты принесешь мне лампу, я подарю тебе волшебный мешок, а на обратном пути тебя будет охранять от всех бед вот это кольцо. И он надел на палец Аладдина маленькое блестящее колечко. Услышав о страшных зверях и чудовищах, Аладдин очень испугался. Дядя, спросил он Магребенца, почему ты сам не хочешь спуститься под землю? Иди сам за своей лампой, а меня отведи домой. Нет-нет, Аладдин сказал Магребенец, никто кроме тебя не может пройти в сокровищницу. Клад лежит под землей уже много сотен лет, и достанется он только мальчику по имени Аладдин, сыну портного Хасана. Слушайся меня, а не то тебе будет плохо. Аладдин испугался еще больше и сказал, ну хорошо, я принесу тебе лампу, но только смотри, подари мне мешок. Подарю, подарю, закричал Магребенец. Он подбросил в огонь еще порошку и начал читать заклинания. Он читал все громче и громче, и когда, наконец, выкрикнул последнее слово, раздался оглушительный грохот, и земля раступилась перед ним. Поднимай камень, закричал Магребенец страшным голосом. Аладдин увидел в своих ног большой камень с медным кольцом. Он обеими руками ухватился за кольцо, подтянул к себе камень и легко поднял его. Под камнем была большая круглая яма, а в глубине ее виднелась узкая лестница. Аладдин сел на край ямы и спрыгнул на первую ступеньку лестницы. Ну, иди и возвращайся же скорее, крикнул Магребенец. Аладдин быстро пошел вниз, чем ниже он спускался, тем темнее становилось вокруг. Но он не останавливался, шел вперед. Дойдя до последней ступеньки, Аладдин увидел широкую железную дверь, толкнул ее. Вошел в большую полутемную комнату и вдруг увидел посреди комнаты странного негра в тигровой шкуре. Негр молча бросился на Аладдина, но Аладдин дотронулся до него рукой, и он упал на землю мертвым. Аладдину было очень страшно, но он пошел дальше. Он толкнул вторую дверь и невольно отскочил. Перед ним стоял огромный лев со скаленной пастью. Лев припал всем телом к земле и прыгнул прямо на Аладдина. Но едва его передняя лапа задела голову мальчика, как лев упал на землю мертвым. Аладдин от испуга весь вспотел, но все-таки пошел дальше. Он открыл третью дверь и услышал страшное шипение. Посреди комнаты, свернувшись клубком, лежали две огромные змеи. Они подняли головы и, высунув длинные жалы, медленно поползли к Аладдину. Но как только змеи коснулись руки Аладдина своими жалами, их сверкающие глаза потухли, и они растянулись на земле мертвыми. Дойдя до четвертой двери, Аладдин осторожно приоткрыл ее. Он просунул в дверь голову и увидел, что в комнате никого нет, кроме маленькой старушки. С головы до ног, закутанной в покрывало. Увидев Аладдина, она бросилась к нему и закричала. «Наконец-то ты пришел, Аладдин! Мой мальчик! Как долго я ждала тебя в этом темном подземелье!» Аладдин протянул к ней руки, ему показалось, что это его мать. Он хотел уже обнять ее, но вовремя вспомнил, что если он до нее дотронется, то превратится в черный камень. Он отскочил назад и захлопнул за собой дверь. Подождав немного, он снова приоткрыл ее и увидел, что в комнате уже никого нет. Аладдин прошел через эту комнату и открыл пятую дверь. Перед ним был прекрасный сад с густыми деревьями и душистыми цветами. На деревьях громко щебетали маленькие пестрые птички. Они не могли далеко улететь, им мешала тонкая золотая сетка, протянутая над садом. Все дорожки были усыпаны круглыми сверкающимися камушками. Аладдин бросился собирать камешки. Он запихивал их за пояс, за пазуху, в шапку. Он очень любил играть в камешки с мальчишками. Камни так понравились Аладдину, что он чуть не забыл про лампу. Но когда камни некуда было больше класть, он вспомнил про нее и пошел в сокровищницу. Это была последняя комната в подземелье, самая большая. Там лежали кучи золота, серебра и драгоценностей. Но Аладдин даже не смотрел на них. Он не знал цену золота и дорогим вещам. Он взял только лампу и сунул ее в карман. Затем пошел обратно к выходу и с трудом забрался вверх по лестнице. Дойдя до последней ступеньки, он крикнул. Дядя, протяни мне руку и возьми мою шапку с камешками, а потом вытащи меня наверх. Мне самому не выбраться. Дай мне сначала лампу, сказал Магребенец. Я не могу ее достать? Она под камнями, ответил Аладдин. Помоги мне выйти, и я отдам тебе ее. Но Магребенец не хотел помочь Аладдину. Он хотел получить лампу, а потом бросить Аладдина в подземелье, чтобы никто не знал хода в сокровищницу. Он начал упрашивать Аладдина, но Аладдин ни за что не соглашался отдать ему лампу. Он боялся растерять камешки в темноте и хотел скорее выбраться на землю. Когда Магребенец увидел, что Аладдин не хочет отдавать ему лампу, он страшно рассердился и закричал. Ах ты не отдаешь мне лампу, оставайся же в подземелье и умри с голоду. Он бросил в огонь остаток порошка из коробочки, произнес какие-то слова, и вдруг камень сам закрыл отверстие, и земля сомкнулась над Аладдином. Этот Магребенец был вовсе не дядя Аладдин, он был злой волшебник и хитрый колдун. Он знал, что в Персии лежит под землей клад, и открыть этот клад может только мальчик Аладдин, сын портного Хасана. Самое лучшее из всех сокровищ клада – это волшебная лампа. Она дает тому, кто возьмет ее в руки, такое могущество и богатство, какого нет ни у одного царя. Долго колдовал Магребенец, пока не узнал, где живет Аладдин, и не нашел его. И вот теперь, когда лампа так близко, этот скверный мальчишка не хочет отдать ее. А ведь если он выйдет на землю, он может привезти сюда других людей, которые тоже захотят завладеть кладом. Пусть же клад не достанется никому, пусть погибнет Аладдин в подземелье. И Магребенец ушел обратно в свою волшебную страну Ифрикию. Когда земля сомкнулась над Аладдином, он громко заплакал и закричал. «Дядя, помоги мне, дядя, выведи меня отсюда, я здесь умру!» Но никто его не слышал и не ответил ему. Аладдин понял, что этот человек, который назвал себя его дядей, обманщик и лгун. Он побежал вниз по лестнице, чтобы посмотреть, нет ли другого выхода из подземелья. Но все двери сразу исчезли, и выход в сад тоже был закрыт. Аладдин сел на ступеньки лестницы, опустил голову на руки и заплакал. Но как только он случайно коснулся лбом кольца, которое Магребенец надел ему на палец, когда спускал его в подземелье, земля задрожала, и перед Аладдином появился страшный джин огромного роста. Голова его была как купол, руки как вилы, ноги как столбы, а рот как пещера, глаза его метали искры, а посреди лба торчал громадный рог. — Чего ты хочешь? — спросил джин громовым голосом. — Требуй, получишь. — Кто ты, кто ты? — закричал Аладдин, закрывая себе лицо руками, чтобы не видеть страшного джина. — Пощади меня, не убивай меня. Я Дахнаш, глава всех джинов, — ответил джин. — Я раб кольца и раб того, кто владеет кольцом. Я исполню все, что прикажешь, мой господин. Аладдин вспомнил о кольце, которое должно было его защитить, и сказал. — Подними меня на поверхность земли. Не успел он договорить эти слова, как очутился наверху около входа в подземелье. Уже настал день, и солнце ярко светило. Со всех ног побежал Аладдин в свой город. Когда он вошел в дом, его мать сидела посреди комнаты и горько плакала. Она думала, что ее сына уже нет в живых. Едва Аладдин захлопнул за собой дверь, как упал без чувств от голода и усталости. Мать побрызгала ему в лицо водой, а когда он очнулся, спросила, где ты пропадал и что с тобой случилось, где твой дядя и почему ты вернулся без него. — Это вовсе не мой дядя, это злой колдун, — сказал Аладдин слабым голосом. — Я все расскажу тебе, матушка, но только сперва дай мне поесть. Наконец, мать накормила Аладдина вареными бобами, даже хлеба у нее не было. И потом сказала, — А теперь расскажи мне, что с тобой случилось. — Я был в подземелье, нашел там чудесные камни, — сказал Аладдин. И рассказал матери все, что с ним было. Потом он заглянул в миску, где были бобы, и спросил, — Нет ли у тебя еще чего-нибудь поесть, матушка? — Нет, у меня ничего нет, дитя мое. Ты съел все, что я сварила и на сегодня, и на завтра. Я так беспокоилась о тебе, что совсем не могла работать, и у меня нет пряжи, чтобы продать ее на рынке. — Не горюй, матушка, — сказал Аладдин. — У меня есть лампа, которую я взял в подземелье. Правда, она старая, но ее все-таки можно продать. Он вынул лампу и подал ее матери. Мать взяла ее и осмотрела. — Пойду почищу и снесу на рынок. — Может быть, за нее дадут столько, что нам хватит на ужин? Она взяла тряпку и кусок мела и вышла во двор. Но как только она начала тереть лампу тряпкой, земля вдруг задрожала, и появился ужасный джинн. Мать Аладдина закричала и упала без памяти. Аладдин услышал крик, выбежал во двор и увидел, что мать лежит на земле. Лампа валяется с ней рядом, а посреди двора стоит джинн. Такого огромного роста, что головы его не видно, а туловище заслоняет солнце. Как только Аладдин поднял лампу, раздался громовой голос джинна. — О, владыка лампы, я к твоим услугам. Приказывай, получишь. Аладдин уже начал привыкать к джиннам и не слишком испугался. Он поднял голову и крикнул как можно громче, чтобы джинн его услышал. — Кто ты, о джинн, и что ты можешь делать? — Я, Маймун, Шамхураша. — Я раб лампы и раб того, кто владеет лампой, — ответил джинн. — Требуй от меня чего хочешь, если тебе угодно, чтобы я разрушил город или построил дворец. Приказывай. Когда он заговорил, мать Аладдина пришла в себя. Увидя джинна, она снова закричала от ужаса, но Аладдин приставил руку к рту и крикнул. — Принеси мне две жареные курицы, да еще что-нибудь хорошее, и потом убирайся, а то моя мать тебя боится. Джинн исчез и скоро принес стол, покрытый прекрасной скатертью. На нем стояло 12 золотых блюд со всевозможными вкусными кушаньями и два кувшина с водой. Аладдин с матерью начали есть и ели, пока не насытились. — О, матушка, — сказал Аладдин, — когда они поели эту лампу, надо беречь и никому не показывать. Она принесет нам счастье и богатство. — Делай, как знаешь, — сказала мать, — но только я не хочу больше видеть этого страшного джина. Через несколько дней Аладдину с матерью опять стало нечего есть. Тогда Аладдин взял золотое блюдо, пошел на рынок и продал его за 100 золотых. С тех пор Аладдин каждый месяц ходил на рынок и продавал по одному блюду. Он узнал цену дорогим вещам и понял, что каждый камешек, который он подобрал в подземном саду, стоит дороже, чем любой драгоценный камень, какой можно найти на земле. Однажды утром, когда Аладдин был на рынке, вышел на площадь глашатый и закричал. — Заприте лавки и войдите в дом, пусть никто не смотрит из окон. Сейчас царевна Будур, дочь султана, пойдет в баню и никто не должен ее видеть. Купцы бросились запирать лавки, а народ, толкаясь, побежал по площади. Аладдину очень захотелось поглядеть на царевну. Все в городе говорили, что красивее ее нет девушки на свете. Аладдин быстро прошел в баню и спрятался за дверью так, что никто не мог его видеть. Вся площадь вдруг опустела. Скоро вдали показалась толпа девушек на серых мулах под золотыми седлами. А посреди них медленно ехала девушка, одетая пышнее и наряднее всех других. И самая красивая это была царевна Будур. Она слезла с мулой, пройдя в двух шагах от Аладдина, вошла в баню. А Аладдин побрел домой, тяжко вздыхая. Он не мог забыть о красоте царевны Будур. Правду говорят, что она красивее всех девушек, думал он. Если я не женюсь на ней, я умру. Придя домой, он бросился в постель и пролежал до вечера. Когда мать спрашивала его, что с ним, он только махал на нее рукой. Наконец она так пристала к нему, что он не выдержал и сказал. «О, матушка, я хочу жениться на царевне Будур. Подойди к султану и попроси его выдать Будур за меня замуж». «Что ты говоришь?» – воскликнула старуха. «Тебе, наверное, напекло солнцем голову. Разве слыхано, чтобы сыновья портных женились на дочерях султанов? Поужинай лучше и усни. Завтра ты и думать не станешь о таких вещах». «Не хочу ужинать. Хочу жениться на царевне Будур», – закричал Аладдин. «Пожалуйста, матушка, пойди к султану и посватай меня». «Я еще не сошла с ума, чтобы идти к султану с такой просьбой», – сказала мать Аладдина. Но Аладдин упрашивал ее до тех пор, пока она не согласилась. «Ну хорошо, сынок, я пойду», – сказала она. «Но ты ведь знаешь, что к султану не приходят с пустыми руками. А что я могу ему принести хорошего?» Аладдин вскочил с постели и весело крикнул. «Не беспокойся об этом, матушка. Возьми одно из золотых блюд и наполни его драгоценными камнями, которые я принес из подземного сада. Это будет хороший подарок султану. У него, наверное, нет таких камней, как мои». Аладдин схватил самое большое блюдо и доверху наполнил его драгоценными камнями. Его мать взглянула на них и закрыла глаза рукой. Так ярко сверкали эти камни. «С таким подарком, пожалуй, не стыдно идти к султану», – сказала она. «Не знаю, только повернется ли у меня язык сказать то, о чем ты просишь, но я наберусь смелости и попробую». «Попробуй, матушка», – сказал Аладдин. «Иди скорее». Мать Аладдина покрыла блюдо тонким шелковым платком и пошла ко дворцу султана. «Как я буду говорить с султаном о таком деле?» – думала она. «Кто мы такие, чтобы свататься к дочери султана? Я простая женщина, а мой муж был бедняком. И вдруг Аладдин хочет стать зятем великого султана. Нет, мне не хватит смелости просить об этом. Конечно, султану, может быть, и понравятся наши драгоценные камни, но у него их, наверное, так много. Хорошо, если меня только поколотят и выгонят из дивана. Лишь бы не засадили в подземелье». Так она говорила про себя, направляясь в диван султана по улицам города. Прохожие с удивлением смотрели на старуху в дырявом платье, которую никто до сих пор не видел около дворца султана. Мальчишки прыгали вокруг и дразнили ее, но старуха ни на кого не обращала внимания. Она была так бедно одета, что привратники у ворот дворца попробовали даже не пустить ее в диван, но старуха сунула им монету и проскользнула во двор. Скоро она пришла в диван и стала в самом дальнем углу. Было еще рано, и в диване никого не было. Но понемногу он наполнился вельможами и знатными людьми в пестрых халатах. Султан пришел позже всех, окруженный неграми, с мечами в руках. Он сел на трон и начал разбирать дела и принимать жалобы. Самый высокий раб стоял с ним рядом и отгонял от него мух большим павлиним пером. Когда все дела были кончены, султан махнул платком, это означало конец, и ушел, опираясь на плечи негров. А мать Аладдина вернулась домой, так и не сказав султану ни слова. На другой день она опять пошла в диван и снова ушла, ничего не сказав султану. Она пошла и на следующий день, и скоро привыкла каждый день ходить в диван. Наконец султан заметил ее и спросил своего визиря. Кто эта старая женщина и зачем она приходит сюда? Спроси, что ей нужно, и я исполню ее просьбу. Визирь подошел к матери Аладдина и крикнул. Эй, старуха, поди сюда. Есть у тебя какая-нибудь просьба? Султан ее исполнит. Мать Аладдина задрожала от страха и чуть не выронила из рук блюда. Визирь подвел ее к султану, и она низко поклонилась ему, а султан спросил. Почему ты каждый день приходишь сюда и ничего не говоришь? Скажи, что тебе нужно. Мать Аладдина еще раз поклонилась и сказала. О, владыка султан, мой сын Аладдин шлет тебе в подарок эти камни и просит тебя отдать ему в жены твою дочь, саревну Будур. Она сдернула с блюда платок, и весь диван осветился. Так сверкали камни. О, визирь, сказал султан, видел ли ты когда-нибудь такие камни? Нет, о, владыка султан, не видал, отвечал визирь. Султан очень любил драгоценности, но у него не было ни одного камня, подобного тем, которые прислал ему Аладдин. Султан сказал, я думаю, что человек, у которого есть такие камни, может быть мужем моей дочери. Как ты думаешь, визирь? Когда визирь услышал эти слова, он позавидовал Аладдину великой завистью. У него был сын, которого он хотел женить на царевне Будур. И султан уже обещал ему выдать Будур замуж за его сына.